Как отметила, представляя документальный фотоальбом «Афган. Моя судьба» генеральный директор «Вегапринт» Виктория Радишевская, такие воспоминания и фотографии, по признанию самих авторов, снимают с них крест невысказанности. Работали долго, сложно, конечно. Но самое сложное было, по-моему, это отобрать количество авторов, потому что книг написано очень много об Афганистане. И наша книга – это не энциклопедия. Она просто показывает настроение, показывает объем и мощь тех событий, для того, чтобы дальше у людей, у молодежи, в частности, появилось желание заинтересоваться темой Афганистан. Это память. Это действительно память. Ведь правду об афганской войне и мужестве советских солдат никто, кроме прошедших, ее не расскажет. А журналисты оказались в Афгане на передовой не только информационной войны, но и самой настоящей, кровавой. Что значит вместе быть на броне, допустим, с солдатами, когда охрана как бы, да, но мы вместе. Вот когда человек забывает о себе хотя бы на мгновение, он получает ощущение величайшего раскрепощения. Ты уже со всеми вместе. Ты часть вот этих людей, в которых может целиться снайпер, которые могут налететь на мину, подвешенную за ветку, и антенной зацепить БТР, так сказать, взорвется, отрувет головы всем и так далее. Вот это чувство раскрепощенности собственной внутри и чувство единения с теми, кто делит с тобой вот эту секунду жизни, оно, конечно, потрясающе. Среди авторов книги «За круглым столом» легенды советской и российской журналистики, сотрудники ТАСС, Гостелерадио, советники в афганских СМИ, СОПКОРы, спецкоры и фотокоры центральных газет, «Комсомольская правда», «Известия», «Красная звезда», «Литературная газета», Анатолий Богомолов, Геннадий Бочаров, Михаил Кожухов, Борис Саводян, Виктор Хабаров, Александр Сухопаров, Владимир Вяткин и многие другие. Те, кому повезло остаться в живых, поэтому прежде всего минута молчания о тех, кто вернулся в Союз грузом 200, о тех, кто умер на родине от ран, ожогов и болезней. Однако к боевым потерям не отнесено. Самое важное, что наша книга дала какой-то повод не только, чтобы 15 февраля и 25 декабря вспоминали об Афганистане, а чтобы вспоминали чаще. Потому что Афганистан прошелся по судьбе обычных людей и не всегда, это можно сказать, что это было счастливое время в их жизни. Те, кто потеряли своих близких, они перевернулись с их жизнью до и после. Книга очень правдивая. Открывает книгу альбом «Афган. Моя судьба» легендарный командарм 40-й армии герой Советского Союза Борис Громов, который благодарит журналистов за правдивые рассказы. В издание также вошли уже ставшие классикой песни и стихи Александра Розенбаума, Виктора Верстакова и Игоря Морозова. Автором проекта выступает Вячеслав Киселев, работавший спецкором агентства печати новости в Афганистане с 1987 по 1991 годы. Каждая фотография, размещенная в книге, особенная. За каждой своя история и жизнь. Многие материалы публикуются впервые. Каждая фотография, это все, вот вы знаете, вот даже вот я случайно открыл, вот этот прапорщик, представляете, его пять пуль проширало, пять пуль прошило автоматное, очередь идет. И вот он на 40 килограмм похудел, вот врач его на ноги поставил. Он сейчас живет в Киеве. Вот я его в господи отнял, вот видно его, да, изможденную. Потом уже, когда приехали ему, через полгода он уже такой, у него прическа там хорошая, все. Все, вот это Кабул. Видите, разгружают здесь муку, а там летит самолет, теплушки отстреливает, еще один садится. Вот, и это вот уже интересно, это Ковалев Николай Дмитриевич. Даже сейчас я вам скажу, это после, вот там мы с ним познакомились, он был подполковником, потом он стал генералом армии и директором ФСБ. Вот здесь дорога, это Соланг, здесь еще можно ходить. Там уже опасно, во-первых, много неразорвавшихся снарядов. И вот смотрите, на мину, когда нарывается, от танка башня улетает, вы представляете, там срабатывает еще боекомплект. Единственное оружие журналиста, репортера, простой карандаш или ручка, диктофон, блокнот, фотоаппарат или видеокамера. Честный рассказ, свидетельство очевидца, что может быть страшнее для тех, кто хочет изменить историю. Это была моя первая война, и меня удивила разница работы в танку и работы у нас в вооруженных силах на родине. И, собственно, сразу же после первой кандидатурки я понял, что я поеду туда еще один раз, потому что вот эти ободранные эмоции, ободранные чувства, где почти все реальное, или черное, или белое, было совершенно потрясающейся мать. Наша поездка была возможной, только из-за этого стала возможной, чтобы в эти дни, буквально накануне, был подписан договор с Ахматшафтом, о перемирии, о перемирии, и вот мы туда полетели. И десантники спускались, уже, и они еще не успели спуститься куда-то, к расположению нашего батальона, мы посмотрели на это наверх уже, эти самые, то шваны, так называемые, а затем уже заняли эту точку, где несколько минут назад были наши десантники. Очень хорошо, что вышла эта книжка, здесь много есть исторических подробностей. Я с удовольствием эту книжку подарил свои внучки. Пусть помнит дедушку и те, кто с ним работал. Чем правдивее повествование, тем объективнее будут судить о прошедшем времени потомки. Ведь настоящий подвиг не имеет срока давности. А журналисты – это своего рода летописцы. А вне стандартных начинает играться по-черезному и последнее событие, связанное с приездом сюда самых разных бывших главарей. Сейчас они уже наши друзья по переговорам, включая группу коллегов, мы понимаем, что все серьезные дела только начинаются. Сейчас работаем в таком хорошем классе. Я часто встречаюсь с афганцами, которые приезжают по линии коммерческих структур. Вот этот голос говорит, ребята, без вас Афганистана быть не может. Это говорят, что люди не сильно строительные, потому что уже до этих районов докатился уже и не один отряд, и ГИМ. Кстати, хотел бы сразу, значит, с одного вопроса на засыпку, о том, что мы все говорим, говорим. Как не может вспоминать до вечера о своих перебитиях в Афгани? Вот сейчас, как вы знаете, комитет по обороне, лидер Союза ветерана Афганистана, небезызвестный Пенцевич, выступили с инициативой очередной. Они уже года четыре подряд выступали, чтобы осудить решение съезда народных депутатов, которое было принято в Афганистане 89-х годах, о том, что вывод советских войск был ошибкой. И отменить это решение. Сядь, что ты на меня смотришь? Я знаю, что Климсович дурак. Могу сказать Климсович. Считаю, что это хорошее событие. И выступающие здесь объективно и справедливо оценили данное. Ну, трудно назвать это акцией данной, я бы сказал, поступок. Потому что издать сегодня книги такого характера – это действительно поступок. Потому что это не коммерческие издания. Это издания, которые посвящены нашей стране, нашему времени. И тот, кто произвел это на свет, Надо сказать огромное человеческое спасибо и издателям, и авторам. Это очень значимое и важное дело. Потому что тема в повестке наших СМИ немножечко утратила какое-то свое звучание. И поэтому замечательно, что журналисты, коллеги собрали эти воспоминания и издали в виде книги. Проходят годы, проходят десятилетия. И это забудется. А живые впечатления не просто людей посторонних, а очевидцев этих событий, профессиональных журналистов, чрезвычайно важны для того, чтобы эта история осталась. В конце презентации председатель подмосковного отделения Союза журналистов России Наталья Чернышева наградила известного журналиста Анатолия Васильевича Богомолова медалью 100 лет Союза журналистов России. Татьяна Трушкина, Сергей Кошайкин. День города.